И мы поприветствуем сейчас наших коллег из Китая, которые расскажут нам о том, что происходит в замечательной стране, которой к нам вот так прокладывают шелковый путь уже психологический, психический, наши дорогие коллеги из Северного Китая. Уважаемые председатели ассоциации, уважаемый господин Рыжков Константин, уважаемые коллеги, дорогие дамы и господа, добрый день. Я приехал, как уже сказали, что из Китая, из прекрасного конкурса. И сам работаю в Харапинском медицинском университете. И очень приятно, что у меня была такая возможность, чтобы приехать в Россию вместе со всеми коллегами, обсудить нашу общую тему. Как известно, сейчас в Китае бурно развивается экономика и социальное общество. Соответственно, появилось очень высокий спрос на психологическое здравоохранение. И, соответственно, тело по психологическому психологическому очень быстро развивается. И надеюсь, что после моего доклада, всех присутствующих коллег будет интересовать, как в Китае там развивается именно в этой отрасли. И, соответственно, надеемся на то, что наша психотерапия может, как китайская инициатива «Один бой с один путь» тоже распространяется во всех странах. Потому что, действительно, в Китае сейчас строится протоформа для оказания психологической помощи людям. И надеемся на то, что наше совместное сотрудничество будет стимулировать развитие психологической помощи. Во всех странах. И, соответственно, наше сотрудничество будет выкреплять дружбу народов всех стран. И, соответственно, между коллегами будут появиться новые коллеги и друзья. Честно говоря, мой помощник, то есть господин Дзян, хочет сказать, что я не специалист в этой области. Точнее, Коваля никогда не касался этой темы. Это только утром сегодня. Меня попросили сюда приехать, то есть помогать. Вообще, я химик. Поэтому в ходе проведения презентации, если будут какие-то непонятные вещи или неправильные переводы, надеющие на ваше понимание. Спасибо. Тогда пользуйся случаем. Поэтому я вкратце расскажу вам, как в Китае развивается в области психологического здравоохранения. И можно сказать, что в последние годы это острое действительно развивалось, потому что правительство тоже обратило очень большое внимание на эту тему. В августе 2016 года была проведена Всегитарская конференция медицины и здоровья. Можно сказать, что это была самая крупная конференция, касающаяся здравоохранения и психотерапии в Китае после образования КНР. И на данной конференции было определено и сказано, что без здоровья всего народа не будет общества с хорошим уровнем жизни. И соответственно государство вставило здоровье в качестве государственной стратегии развития. И в рамках государственной стратегии вынесены много изменений во многих государственных законах, политиках, чтобы обеспечить развитие именно этой отрасли. То есть и соответственно наше сознание в пусеотерапии было качественное изменение. И соответственно услуга в области здравоохранения отводится центральное место здравоохранения в место лечения заболевания. И медицинское обслуживание в основном направлено на наказание услуги пациентам. В общем, руководители ЦК КПК обращаются большое внимание на развитие психотерапии. И на данной конференции президент Си Цзиньпинг подтвердил, что нужно улучшить фундаментальное исследование психологического здравоохранения. Распространять знания о психологическом здоровье и психологических изобретениях. Нормализировать и развивать психологическую консолидацию и другие услуги в этой области. Залзай, 2012-10-26, 26 октября 2012 года, был рассмотрен и вытвержден закон ГНР о психологическом здоровье. То есть и в данном законе было четкое определение. И данный закон был реализован, то есть вступил в силу 1 мая 2013 года. В соответствии с третьей стадии закон о психологическом здоровье, работа в области психологического здоровья осуществляется на основе принципа создания профилактики. и проводится лечение и леабилитация в сочетании с профилактикой. и проводится лечение и леабилитация в сочетании с профилактикой. соответственно, выделили на три уровня. первый уровень профилактики обозначает профилактику причин заболевания, последствия устранения или уменьшения причин и факторов заболевания с целью предотвращения или уменьшения психологического заболевания. Это самая позитивная мера профилактики. Второй уровень профилактики обозначает раннее обнаружение, раннюю диагностику и раннее лечение. также предлагают усилия к созданию благоприятного прогноза болезни после ее обречения и избегают лецидивации. Третий уровень профилактики имеет в виду проведение хорошей тренировки восстановления здоровья. Максимально стимулирует восстановление социальных функций пациентов, уменьшает функциональную неспособность. а также замедляет процесс лицессии и повышает качество жизни пациентов. Чтобы хорошо реализовать выше указанное, выше сказанное закон, государство еще опубликовало руководство о высшилении качества услуг в этой области. У рассмотрения и утверждения данного руководства участвовали государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения ГНР, отдела пропаганды и агитации ЦК КПК и другие 20 департаментов. И соответственно с 13 декабря 2016 года в Китае появились рамочные документы в этой области. И соответственно основные содержания заключаются в следующем. Первое, это в полном объеме познать важное значение по усилению услуг в этой области, определили общие цели и поэтапные цели, признать преимуществы в развитии различных услуг в этой области, четвертое, это увеличивать услуги в области психологического здоровья для Фокс Круппы. 5. Создать и совершенствовать систему организации услуг. И система состоит из профессиональных общества, учреждений и организаций. И, соответственно, чтобы усилить качество работы этой системы, в Китае сейчас проводится бурное обучение специалистов в этой области. И сейчас много паренец медицинских университетов участвуют в обучении, в проведении обучения. Чтобы удовлетворить потребностям на рынке. Шестой момент – это училище строительства отряда специалистов. И последнее – это училище организации, организационные работы и обеспечить средствами. И за счет нового виденного закона определили обязанности всех социальных учреждений, медицинских университетов и паренец. Таким образом сформируется целая совершенная система. И, соответственно, на сегодняшний момент нужно проводить следующие работы. Это все стороны проводить укрепление психологического здоровья и обучения. Второе – это активно продвигать психологическую консультацию и услуги психотерапии. Сейчас в Китае уже появилось очень много совместных программ вместе с Великобританием, с Америкой и так далее. Третье – это придавать значение уменьшительства, психологического кризиса, а также и психологическая помощь. Ствердое – училище услуги в области психологического здоровья для Фокс Групп. И придавать значение услугам для особого народа. И это система состоит из трех частей. Точнее, три блока. То есть, внизу, снизу, наверх, это идет больше степени специализации. То есть, в фундаментальном слое – это сеть по оказанию услуг в области психологического здоровья в каждом департаменте и отрасли. А также есть еще фундаментальная платформа по оказанию услуги в этой области. На среднем звене – это социальные учреждения по оказанию психологических услуг. На самом верху – это профессиональные медицинские учреждения. Таким образом, создается совершенная система. На самом верху – это социальные учреждения. Это социальные учреждения. Это социальные учреждения. Это социальные учреждения. В этой больнице очень хорошо показано, как развивалась психотерапия в Китае. То есть, в этой больнице мы проводим лечение заболевания и, соответственно, еще проводим обучение для университетов. Площадь нашей больницы составляет 100 тысяч квадратных метров. И, соответственно, в больнице размещено 960 кое-как мест. Каждый год количество пациентов составляет больше 10 тысяч человек. И наша больница еще является частью Харапинского медицинского университета. В нашем университете, который уже совершили практики, соответственно, в этой больнице, и сейчас уже закончили университет, их количество составляет больше 700 человек. И, соответственно, в этой больнице еще есть программа по обеспечению магистров. И, соответственно, наша больница расширяла свои услуги и сферы в три раза. Раньше у нас только был курс психотерапии. Второй раз это перешли из лечения психологического заболевания в лечении психологического заболевания. И на следующий день это расширение находится на третьем этапе. Это из лечения психологического заболевания в лечении психологической проблемы и оказания обслуживания в области психотерапии. И, соответственно, наши сегодняшние моменты, мы исследуем модели пять полных услуг в этой области. Это первое, это полный цикл жизни. То есть раньше оказали эти услуги только определенным людям, но сейчас расширяется состав людей. То есть начиная с детей, там взрослые, потом старых и даже там для умирающих и находящихся в пресс-мерзии. Второе, это полный состав общества. Раньше только лечили там социально слабых слои населения. Сейчас этот состав тоже расширяется. Это касается обыкновенных людей, фокус-группы, особые группы и высокостатусные группы. И третье, это полный процесс здоровья. Раньше только касалось лечения, а сейчас уже расширяется в области здравоохранения, медицинской комиссии, уменьшения стресса и лебидации. Четвертое, это полный метод обслуживания, применяемые разнообразные методы. По-традиционно это использовали лекарства, но сейчас мы исследуем еще и используем с помощью других предметов, чтобы помогли лечиться. Это включая физиотерапию, китайскую традиционную медицину, окружающую среду, искусство и так далее. И тут еще очень важный момент, это заимствуем западный психологический способ психологического лечения. Сочетание с китайской спецификой, то есть создадим такой способ, который именно годится для своей страны. И, соответственно, в метод лечения будем еще использовать традиционную китайскую медицину. И у нас уже была такая практика, и пациенты очень с удовольствием удовлетворительно принимаются эти способы. И чтобы получить качественные услуги, оказываем все стороны услуги. То есть это не только в больнице проводим лечение или консулидация, но еще вне больницы тоже проводим. Допустим, мы используем интернет, общественную пресс, и читаем лекцию в университетах. Вот короткое описание моего доклада. И искренне приглашаю всех коллег и друзей приехать в Китай посмотреть, как там развивается. Проводим научный обмен. И, в конце концов, становитесь нашими друзьями. Спасибо. Дорогие друзья, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Здравствуйте. Юниверситет сотрудничает с сибирскими городами от Красноярска до Владивостока. С каким конкретно? Спасибо. Мы сотрудничаем с организацией, где работает господин Рычков. Спасибо, что приехали. У меня два вопроса. Первый. Какая классификация используется в Китае тревожно-фобических расстройств? Это международная классификация ДСМ или это народная классификация в Китае? Спасибо. И второй вопрос. Какой классификации пользуются в Китае? В Китае международной классификации болезней или народной китайской классификации внутренней? Да, классификации. Это внутренняя китайская классификация или международная ДСМ? Есть статистика тревожно-фобических расстройств? И если есть статистические данные, какие расстройства доминируют в Китае? Спасибо. Спасибо. Да, средняя статистика депрессии, тревоги, паники, личностные расстройства. А если взять саму диагностику именно расстройств психологического, депрессия или тревожные расстройства? Из всех типов расстройств тревожных, что в Китае больше, по их мнению, популярная или частая жалоба? Тревога или депрессия? Anxiety or depression? Да, средняя статистика депрессии. Все эти статистические данные, пока я еще не оборудовала, то есть точные данные. Спасибо. 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 Спасибо.